Мы прибываем в Токио Это похоже на рай Прикольный тренажёр Это как гёрл бэнд, всё состоит из девочек, которые все одеваются в костюмы аниме и поют песню Тут есть кроме аниме шапки для кошек Мы пришли на бейсбол Я вернусь сюда в марте и я повезу с собой всех желающих Привет! 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 Меня зовут Сергей Доля и я в круизе На корабле Коста Невромантика путешествую вдоль берегов Японии в круизе И сегодня, к сожалению, наш круиз заканчивается Мы прибываем в Токио Обратно оттуда же, откуда начали Но это не значит, что заканчиваются наши видео Пошли изучим этот город Все чемоданы выставили сюда Нужно найти теперь свой Наши с зелёными бирками Мы вернулись в родное нам уже японское метро Сейчас нам надо понять, на какую линию покупать билеты Потому что здесь разные автоматы для разных веток метро Это вот Туи Лайн Вообще Салатовая это типа у них круглая кольцевая линия Сразу подошли и помогают, увидели, что мы иностранцы и помогают нам сориентироваться Вообще в Японии тут очень все приветливые и всегда, если у вас какие-то вопросы, всегда пытаются помочь Это местный Карри Поттер, что ли? Пришел поезд, все стоят в линеечку, в очередь Слева, справа, по центру люди выходят Все ждут, пока они выйдут И дальше начинают заходить И стоит человек, который всем этим регулирует, контролирует Показать, что ли? Показать! 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 С всякой шняшкой Это похоже на рай Магазин Nikon Пойду посмотрю что есть И еще вон сам диск тут есть Вообще какой-то похожий Большой центр Где есть даже Apple Shop ТАК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Так, какая-то фигня непонятная абсолютно Это, видимо, какие-то автоматы, где можно что-то купить по мотивам комиксов и мультиков детских Судинь, что это такое, как думаешь? Я без понятия, я нормальный человек и не смотрю аниме Но тут есть, кроме аниме, шапки для кошек Так, это вот Синкосен, их знаменитый скоростной поезд Это какие-то японские то ли тренажеры, то ли игрушки, я что-то не пойму Ставил ноги пошире, мне сказали И прям вот реально, вот здесь пузо, чувствую, как пузо туда-сюда колышется И задница тоже Прикольный тренажер Рекламная акция этих тренажеров Тут прямо в метро их выставили кучу штук И можно спокойно вставать и пробовать Похоже, это местная горбушка Смотрите, у них в кулерах не твердые полоны с водой, канистры, а мягкие И когда вода выливается, она, соответственно, сжимается Короче, здесь столько всего, куча рюкзаков Я вообще обожаю все эти вот фотогеничные, фотографические аксессуары Но, похоже, надо пора уже валить из этого рая Пойдем дальше Вау, посмотрите, сколько штативов В общем, тут просто 10 этажей техники Это не горбушка, это самый большой магазин техники, который я когда-либо видел Все очень качественно разложено по полочкам Есть вообще все, что только может прийти вам в голову Поэтому я отсюда ухожу Иначе, иначе я себя не удержу и все куплю Так, угадайте, что это вот может быть Вот эти зайчики, которые висят Ну, как думаете? Ответ это зонтики Это просто чехольчики для зонтиков Покажи, как он внутри Пожалуйста, вот там такой зонтик Вот из зайчика Эти девушки, это девушки, которые зазывают в специальные кафе Значит, в этом кафе есть, кроме обычной еды, много дополнительных услуг Например, вас могут покормить из ложечки Или вам могут почистить уши Ну, в общем, всякая такая шняшка Я не знаю, что это такое Но явно что-то не для детей Народ прям вообще бесконечно у этих автоматов стоит и выбирает То есть идея такая, что вы выбираете тему Вы ставите себе шарик И дальше смотрите, что в этом шарике Шарик, какая-нибудь фигурка Как нам стало известно из источников Это театр группы АКБ-48 Это одна из самых популярных японских групп Она это герл-бэнд Все состоит из девочек, которые все одеваются в костюмы аниме и поют песню Они продли уже более 50 миллионов песен, 6 миллионов альбомов В общем, безумно популярные И это их театр, где они выступают А сколько их там человек? Их было 130 за все время Они же все молодые То есть с 13 до 25 там поют и уходят Переходом в кафе обычно стоит специальная стойка, куда можно поставить зонтик А после того, как вы поедите, можно его забрать Если никто другой его не заберет Так, кафешка мясная и большая очередь, как обычно Тут все-таки Токио город очередей Мягкое мороженое Я его купил просто в магазине В лотке с обычными морожеными Надо выдавливать Похоже, надо дать ему немножечко растаять Потому что оно вообще никак не выдавливается Слишком замороженное Ну ладно, подождем Ну вот мы приехали на Токийский рыбный рынок Но, как и в прошлый раз, опоздали Уже, к сожалению, все закрыто Ничего не работает Все распродали, все уехали Но ничего Пойдем хотя бы поедим рядом с рынком Какой-нибудь рыбной еды Вот здесь рядом с рынком есть еще небольшая улочка Где всякие рыбные лавочки И здесь, как обычно, в Японии везде очереди в эти рыбные лавки И в очереди все стоят и снимают очередь Так, что снимаете? Что это? Так, значит, видите, как здесь устроено Стоит автомат Нужно к нему подойти Выбрать, какое блюдо ты будешь Купить его Тебе дают билетик на это дело И дальше ребята начинают его готовить А ты встаешь в очередь И ждешь, когда твое блюдо будет готово Так, на входе в какой-то рыбный ресторан Лежат рыбы Вот так орать-то Созывает, говорит Давай, подходи! Так, а тут еще всякие магазинчики Куда тоже можно зайти и поесть А это вот японский омлет Его тут продают вообще на палочке Омлет на палочке я еще не видел Как мороженое из кимо Так, вот еще какие-то шняшки продают Паланги краба камчатского Тут прямо нуслицы, смотрите Свежие Все, что хотите Можно прям брать и есть О, смотрите, какие вкусные шашлычки Решили взять шашлычки из угря Очень нежные В саранах, когда ты приходишь с сумками, с рюкзаками Вам приносят вот такую вот Корзинку раскладывающуюся И можно сидеть А вещи свои положить в корзинку В Японии принято не заказывать себе Какую-нибудь одну или две сушки Ну, кстати, все блогеры всегда снимают еду А заказывать сразу набором Это правильно Ну, что-то попробуешь Что-то оставишь Но я-то все сожру, конечно На каждой станции метро есть туалет Причем офигенский Очень чистый, большой И смотрите, тут еще есть какое-то приспособление То есть, если папа встал, пописать И ему некуда деть ребенка Он может его посадить вот здесь вот Чтобы тот никуда не убежал И спокойно делать свои дела Смотрите, как надо ездить в метро Если в метро много людей То не надо вставать вот так вот И ждать, чтобы все встали с одной стороны Плевать на все Встаете с двух сторон Кстати, тут продаются женские трусы И, кстати, они любого размера есть Есть совсем длинные Уже как штаны А есть и короткие Хотели пойти на игру бейсбольную Но сейчас такой лимень идет И нужно стоять сначала в очереди за билетами Под дождем А потом в очереди на то, чтобы зайти на стадион Тоже под дождем В общем, мы сейчас сильно сомневаемся Что мы пойдем на эту игру бейсбольную Это какой-то местный парк аттракционов Но как-то под дождем Никто не катается Прежде чем пустить на стадион Всех досматривают Дамы и господа Мы пришли на бейсбол В Японии бейсбол Это национальный вид спорта Он настолько популярен Что многие японцы даже удивляются Что какие-то американцы Тоже его считают своим видом спорта Здесь есть главная лига НПБ Ниппон Профессионал Бейсбол Япония, так и самоназвание Японии Здесь 12 команд И каждая безумно популярна И вот мы пришли на один из матчей Здесь встречаются команды Чунчи Дрэганс И Ямиури Джайанс Первая из города Нагойя А вторая из города Токио Вы спросите, что не так с названиями? В Японии разрешено спонсорам Давать команде название своей команды Поэтому есть команды Лотте Маринерс в честь Лотте Софт Фукока Софт Банк Фокс Хоккайдо Ниппон Хэм Файтерс То есть все команды в свое название Вставляют своего спонсора Спонсоры этих двух команд Это крупнейшие газеты Японии Но Ямиури Джайанс Это команда из Токио На домашней арене которых Токио Дом Мы сейчас и находимся Это национальная команда Японии Их называют Японский Нью-Йорк Янкис Только если за Янкис По опросам болеет 30% Американских Американцев За Юмиури Джайанс Болеет 50% Японцев Это национальная команда И поэтому в оранжевых цветах Для команды здесь Весь стадион Давайте посмотрим Как будет проходить игра За кого болеть ты будешь? За Джайанс Мои дети не удержались Прибежали Два раза прибегали В России Деньги Все это покупают Какие-то сувениры себе Которые номер 9 Которые номер 9 Окей 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 Парковые фили не опускаются Оставляют переливать Для этого притагаются Бесплатные стаканчики И дальше вам выдается Вот такая вот штука И вы можете с ней уже идти На стадион Взял химического мороженого Какого-то С ментолом Как шоколадка After 8 Это очередь в туалет Между прочим Мужской Конечно Столько пива продавать Все пошли в туалет стоять И еще внимание У каждой из этих девчонок как висит полотенечко, и они периодически вытирают лицо им. Вообще, представляете, сколько им здесь, вот с этим бидоном за спиной, приходится пробегать. Здесь очень крутые ступеньки, они постоянно бегают вверх-вниз. Соответственно, конечно, это такая нагрузка, такая вообще, как бы, и при этом еще улыбаются, потому что от того, насколько хорошо она улыбается, зависит, насколько хорошо будут у нее продажи идти. Друзья, вы знаете, какие гостиницы в Токио самые дорогие? Это гостиницы в японском стиле. Это минимализм, но он намного дороже, чем обычные гостиницы. И сегодня вечером, последняя ночь в Токио, мы живем именно в таком номере. Я вам сейчас покажу, как устроен номер японской гостиницы. Вы обалдеете, пошли. Значит, заходим. Я когда вошел вначале, я такой думаю, не понял, это что? Вот это вот стоит 60 тысяч рублей за ночь? Как это может быть? Потом я подумал, ну, вот этот шкаф, наверное, посмотрю, что там в шкафу. Значит, пошли. Это оказался не шкаф. Это дверь. Значит, у нас тут. Значит, здесь. Давайте сразу же покажу. Небольшой туалет. Причем, обратите внимание, как тапочки стоят. Туалет, естественно, весь там из себя. Тут все японские туалеты. Все такого плана. Дальше у нас есть еще тут одна ванная. Подождите, все остальное покажу потом. А, нет, подождите. Ванна – это сюрприз. Это чуть позже. Давайте вначале зайдем в гостиную. Здесь огромная гостиная. А это спальня. Извините, но спать я буду на полу. Спальню можно полностью открыть. Идем дальше. Здесь небольшая еще одна гостиная. Наверное, сигарная. Я уж не знаю, что. Но тут есть мини-бар. И все, что только в душе может быть угодно. И давайте основное. Как я вам сказал, оставим напоследок. Значит, здесь два умывальника. Но заходим теперь сюда. Та-дам! Смотрите, это настоящее дубовое, деревянное ванное японское. И там я уже открыл окно. Там, смотрите, у меня садик. То есть я могу сейчас... Я замерз, целый день идет дождь. Видите, там дождь идет. Я сейчас буду принимать ванную и смотреть на этот садик. Но перед ванной я зайду в сауну. У меня в номере своя сауна. Я ее еще не включил. Ну что, на 100 градусов поставим? Или на 120? Не, на 100 достаточно. В общем, это просто какая-то фантастика. Так, я, честно говоря, уже думал, не буду ничего записывать. Но здесь такой завтрак, что его невозможно вам не показать. Значит, тут очень вкусный смузи. Прям настоящий из сока. С этого начнем. Тут еще целый холодильник их стоит. Дальше, знаете, кофемашина. Обратите внимание, все чашки разные. То есть и у каждого свое блюдце. Это настолько интересно. Первый раз такое вижу в гостиницах. Ну, отличная идея. Чай. Понятно все. Здесь выпечка. Вкуснейший сыр. Я так люблю такой сыр. Прям обожаю. И посмотрите, как йогурт. Ну, это вот прям уже хочется съесть. Это, подождите, вы еще все остальное не видели. Вот это обязательно я попробую. О, вот эту красоту ты мне не заметил с самого начала. Тут пошли бутерброды запеченные с сыром, еще с чем-то. Разные салаты. Даже не знаю, какой-то spicy potato салат написано. И вот это, смотрите, это сашими из тунца. Прям вот, ну, настоящего, дорогущего. Можно брать и есть. Тут японский завтрак. Да, сначала клэм чаудер. Это такой суп с морепродуктами. Очень вкусный. Кашка. Ну, и тут пошли все обычные для европейцев ингредиенты завтрака. И вот японский завтрак. Значит, что они же едят на завтрак? Это я не знаю что. Это тоже, видимо, что... Ой, вот это очень вкусный омлетик. Я вот такой буду. Ну, и здесь пошло тофу их. На то. В общем, все есть. И здесь можно заказать себе все, что угодно. Любые виды яичницы. Можно пожарить рыбу. Это все в омлет входит. Прям буду есть в пустыне. Кто такие Google Trip? И о чем мы с ними договорились? Это крупнейший оффлайн оператор. То есть туроператор. То есть это люди, которые отправляли миллиард человек из нашей страны за границу в протяжении последних нескольких лет. Но делали это не с помощью интернета, а через сеть турагентов. Сейчас они проснулись, поняли, что онлайн уже необходим. Поэтому сейчас они регистрируют и готовят сайт и приложение. Я их консультирую. Мы с ними договорились о следующем. Мы договорились, что для того, чтобы протестировать их сервис, они мне выделили некоторую сумму денег. Она очень большая, я не буду говорить сколько, которую я должен потратить до конца года на свои путешествия. Если я не потрачу всю сумму, мне придется компенсировать все те деньги, которые они за меня заплатили. Поэтому я буду до конца года ездить, шиковать, как только могу. Например, вот эта гостиница. Смотрите, она на Букинге стоит 60 тысяч рублей. На сайте Google Trip она мне обошлась на 20% дешевле. Да, я за нее не плачу, но эти деньги будут списаны с моего виртуального счета. Кроме Google Trip наше путешествие все-таки заканчивается. Я хочу сказать спасибо Косте, на которой мы провели чудесный абсолютно круиз. Это великолепный корабль Коста Неоромантика. Небольшой, очень уютный и самое главное не перенаселенный. Потому что очень часто на круизных кораблях ты приходишь к бассейну, а лежака нет. Заходишь в спортзал, а все дорожки заняты. Здесь у нас, как вы видели, ни разу такого не было. То есть всегда были свободные дорожки, бассейн, места в ресторане, не надо было нигде ждать. Это очень хорошо. Ну и сам маршрут, конечно, очень интересный. Потому что вообще я люблю круизы. Потому что каждое утро ты посыпаешься в одном и том же пятизвездочном отеле, открываешь окно, а у тебя там уже новая страна, новый город. И ты идешь целый день гуляешь по городу, возвращаешься опять к себе в отель и у тебя еще куча развлечений, бассейны, рестораны, все бесплатно. Так что это очень удобный и комфортный отдых. Если вам понравились мои видео о Японии, я скажу следующее еще, открою тайну. Я не насмотрелся Японии, я хочу вернуться сюда. Я вернусь сюда в марте и я повезу с собой всех желающих. Я буду собирать группу для того, чтобы сюда приехать. Значит, почему в марте? В марте здесь цветет слива. Цветение сливы намного красивее, чем цветение сакуры. Просто оно не настолько раскручено. И здесь будет гораздо меньше туристов это все снимать. Но слива удивительная. На ней нет зеленой листвы, только фиолетовые и белые листочки. Представляете себе, такие голые деревья, все в фиолетовых или белых цветах. Это абсолютно завораживающее зрелище. Кроме этого, я хочу посмотреть на Фудзияму, хочу съездить в Киото, в Осопу. То есть посетить еще очень много мест, которые я в Японии еще не видел. Это будет в марте, когда будет свести слива. Если вы хотите поехать со мной, напишите мне письмо на e-mail сергей-доля-джемейл-комб и скажите, Серега, хотим с тобой в Японию. Как только у меня сформируется программа, я вам вышлю все детали. Кроме этого, осенью я еду на Азорские острова, Мадагаскар, опять поеду в Эфиопию, Намибию, Бацвану. Если тоже кто-то хочет присоединиться, я буду брать с собой, ну не я буду брать с собой, я там буду тоже как путешественник. Но вы можете поехать в той же группе, где и я. Я с удовольствием вам всем помогу, расскажу все, что знаю. Плюс будет Антарктида. Значит, ссылки на все эти поездки, которые уже у меня точно определены, есть под этим видео. Можете на них пощелкать, посмотреть, выбрать, если вы хотите куда-то поехать со мной. Ну, собственно говоря, все. Это, наверное, видео, в котором я ни разу не говорил так долго ни в одном из своих видео. Надеюсь, вы все-таки досмотрели досюда. Спасибо вам большое. Обязательно подписывайтесь. Вот там внизу есть кнопка. Вы знаете, я же теперь ютюбер. Вот там внизу кнопка. Подписывайся. Лайкайте. Оставляйте комментарии. Я все читаю. Мне очень это интересно. Всегда обратная связь. И обязательно рассказывайте всем своим друзьям про мой канал. Лайкайте. Лайкайте. Лайкайте.